Минск Был первым фильмом Игоря Красавина И последним Мы расскажем, почему актер умер В самом расцвете сил Череп наполнялся кровью Поэтому нужна была очень-очень срочная операция КОНЕЦ В Минске, в семье Красавинах Как в старой сказке Родился ребенок необыкновенной красоты И чем старше он становился Тем прекраснее Он был как будто создан для кино На этой станции метро Станция метро Московская Игорь и познакомился С Леонидом Алексеевичем Ичаевым Вернее, Леонид Алексеевич Увидел Игоря Такого фактурного Белокурова, голубоглазого Приходит домой из школы и говорит Мама, сегодня в метро Меня какой-то дядька бородатый Обсматривал со всех сторон Я так напугался Что ты с сердцем Кто зачастит, кто остановится Ну и говорит Потом он подошел ко мне и говорит Мальчик, хочешь сниматься? В кино Он не был же студентом Актерского факультета Театрального института Или даже драмкружка Он вообще не из этой области Совсем человек был Настолько, видимо, произвела впечатление Внешность такая Необыкновенная Что его пригласили Он согласился Посмотрите А жила А я ведь не верила Я только хотела верить И вот она После премьеры После премьеры Не покидай Девочки выводили Красивым почерком Во всех городах Советского Союза Куда? В Минск Кому? Игорю Красавину В каждом письме фотография В надежде, что принц увидит И полюбит далекую поклонницу Но они опоздали Прекрасный принц Встретил свою принцессу За несколько месяцев До премьеры Мама, где ты брала Свадебное платье? Ой, мы очень долго решали Где брать свадебное платье Шить его Бабушка же у нас шила Хорошо Бабушка Галя Вот либо шить Свадебное платье А потом куда его Поэтому мы эту проблему Решили очень просто Взяли, так сказать На прокат В 1990 году Журнал «Советский экран» Опубликовал ежегодный рейтинг 100 самых популярных актеров Советского кино В первой пятерке Был Виктор Цой Тройка Гардемаринов Харатьян Шевельков-Жигунов И Игорь Красавин Но роль принца Патрика Оказалась первой и последней В кинокарьере Красавина Кто помешал ему стать актером? Могли бы исполнить что-нибудь свое Но если только с вашей помощью, конечно И не судите меня строго После съемок в фильме «Не покидай» Игоря Красавина завалили предложениями Сниматься в кино Но его мама была категорически против Она уже выбрала для сына Самое нужное, на ее взгляд, образование Техническое Игорь мог бы с легкостью поступить В любой театральный вуз Но Красавин, как любящий сын Сделал все так, как хотела мама И фото с его безупречным лицом Украсило студенческий билет Белорусского политехнического университета Я никогда не хотела Чтобы он у меня был актером Муж мой хотел И все время меня по жизни упрекал Может, у него по-другому жизнь сложилась Мало кто знает, что принц Патрик Чьи фан-клубы можно найти во всех социальных сетях Строил белорусское метро Пока его коллеги по фильму «Не покидай» Выходили на сцены театров Игорь управлял буровой установкой Весом 60 тонн Со временем тяжелая работа Наложила свой отпечаток на внешность Красавина Хрупкий принц превратился в крепкого работягу Игорь Красавин никогда не говорил Жалеет он о том, что ушел из кино или нет А если его спрашивали об этом Сразу менял тему разговора Я думаю, что он, наверное, в душе очень сожалел Но не признавался нам Задумчивый взгляд Вот эта грустинка в глазах За внешним как бы юморком скрывалась Вот какая-то грусть И ночью звездной И при свете я Не покидай Не покидай меня Пусть все исчезнет И уйдут друзья Не покидай Мне без тебя нельзя Игоря Красавина не забывали Не только поклонницы, но и журналисты Они упорно звонили Звали в телепередаче Но Игорь никому не давал интервью Он не верил, что его смогут принять И полюбить таким, каким он стал Пусть уж его помнят Мальчиком с тонкими чертами лица И длинными волосами Таким он и остался в памяти навсегда Вот хоть бы они раз сказали Как им там хорошо, плохо Совет какой-то бы во сне Вот как мне теперь без вас Я очень скучаю Так скучаю В ночь на 31 июля 2009 года Ольга Красавина проснулась от того, что Игорь не может подняться с кровати Он присаживался и падал Ольга испугалась А Игорь успокаивал жену Не переживай, просто у меня сильно болит голова Определили, что нужна срочная операция Что это разрыв аневризмы И очень быстро череп наполнялся кровью Поэтому нужна была очень-очень срочная операция Все были просто-напросто уверены Что да, больницы помогут Да, будет все нормально Он до последнего До того, как его начали готовить к операции Он был в сознании То есть у нас не было разговоров прощаться После операции Игорь лежал неделю в коме В эти дни родные стали вспоминать о сказке Они молились о том, чтобы произошло чудо И Игорь очнулся Но, увы, чудес в реальной жизни не бывает Игорь Красавин скончался в возрасте 38 лет Мы знать не знаем и не помним Пока не встретимся с бедой Что весь наш мир такой огромный Висит на ниточке одной Одна надеждою зовется И верить хочется Так верить хочется Что эта нить не оборвется И жизнь не кончится Не кончится Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok